Здравствуйте! Это новости на Дону. В студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Всесторонняя защита и уколом, и распылением. Весь рогатый скот прививают от клещей. Купать будем животных, это расчет от 2 литра на одну голову. Огонь до Ростов-Арины не добрался. От тушения учебного пожара у нового стадиона отработали спасатели, пожарные и добровольцы. Сбор макулатуры все еще актуален. В Аксае стремятся улучшить прошлогодний результат, давший городу новую спортплощадку. Собирали группой, да, и ходили по магазинам, спрашивали, есть ли у них что-то нам на сбор макулатуры. От клещей обработан почти весь рогатый скот области. Ветеринары уверяют, вакцина и репелленты уберегут еще и от комаров с мухами. А на качестве молока никак не скажется. Распыление защитных веществ будут продолжать до конца сезона активности клещей. Для дойных коров подготовили процедуру два в одном. Сначала вакцинация от бешенства, а после души с репеллента от клещей. В первой процедуре животные отнеслись немного капризно, но к середине сезона привыкнут. Тем более, что болеть в стадии не положено, отразиться на удое. Да, это цеперил, 10% раствор, полмиллилитра на литр воды. И купать будем животных из расчета 2 литра на одну голову. Это лекарство только для взрослых коров. На качество молока не влияет, и паузы в дойке после обработки не требуются. Через две недели процедуру повторят. Репеллента хватает именно на этот срок. Регулярная профилактика от клещей оберегает не только скот, но и животноводов. Клещи эмигрируют на людей, которые контактируют с ними. И потом получается крымская геморрагическая лихорадка. Люди начинают болеть крымской геморрагической лихорадкой. А животные болеют пероплазмидозами. Обрабатывают и загоны, и пастбище. И все за деньги заплосного бюджета. Закуплены все калицидные препараты двух направлений для молочного и для мясного скота. И мы приступили к этой работе. По крупному рогатому скоту мы уже завершили практические обработки. По первому разу у нас на сегодняшний день обработано 96% по алое крупного рогатого скота. Обработка скота от клещей – процедура обязательная. Выпас животных без противоклещевой обработки запрещен. Евгения Нагорская, Юрий Санкин, Дон-24, Зерноградский район. Высоковольтные провода перехлестнулись и искры попали на сухую траву и камыш. Так возник ландшафтный пожар по сценарию областных учений спасателей, которые стали заключительным этапом всероссийского командно-штабного учения МЧС. На левом берегу Дона в Ростове от огня спасали новый стадион. Сильные порывы ветра быстро гонят огонь к парковке стадиона. Возникает угроза пожара на Ростов-арене. И в борьбу вступают донские спасатели, пожарные и добровольцы. Задача аэромобильной группировки – максимально быстро прибыть на место и прикрыть стратегически важные и потенциально опасные объекты. Непроходимых дорог для нее нет. Закупленные по решению губернатора спецтехника форсируют и болото. Болотоход. Это по болотам ездить, камыш косить для пожаров. По болоту ездить, не тонет, плавает. Подключиться к тушению крупного пожара должны быть готовы добровольные помощники. Полезную практику проходит здесь будущий спасатель Дмитрий Селиверстов. Студент ДГТУ, еще и боец вузовского пожарно-спасательного отряда. Кто не может по каким-то возможностям, или у кого времени недостаточно, чтобы в МЧС работать, они могут добровольно вступать в отряды пожарно-спасательные. Вот я вступил тоже в него. На базе Донского технического университета он помогает людям, набраться опыта, помогать другим людям. Природные пожары в ходе областных учений пожарных и спасателей ликвидировали во всех городах и районах области. Нюансы только в поставленных задачах. Мы непосредственно для каждого муниципального образования отрабатывали конкретную водную. Конечно, там, где в муниципальных образованиях большое количество лесов, там были водные связаны с лесными пожарами. Где больше степи, там, соответственно, с возможными возгораниями камыша и травяной растительности. У ежегодных учений в этот раз особая задача – подготовиться к работе в условиях крупнейшего международного события – чемпионата мира по футболу. И в правительстве отметили – все вводные отработаны на хорошем профессиональном уровне. Марина Черных, Фатима Зурабова, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. О работе Евразийской экономической комиссии говорили на очередной лекции проекта «Дни правового просвещения» в Ростовской области. Ее прочитали в РГУ Ринхе представителям малого и среднего бизнеса, а также студентам и преподавателям экономических вузов. Лектор, приехавший из Москвы, советник комиссии, подробно рассказал о работе ЕЭК, созданной для свободного движения товаров, работ и услуг в Евразийском экономическом союзе. А еще об изменениях налогового законодательства по развитию экспорта и проблемах, с которыми сталкиваются экспортеры. При Евразийской экономической комиссии создан специальный департамент, который занимается устранением барьеров на пути свободного движения товаров, работ и услуг, труда и капитала. Основное, конечно, по объему – это свободное движение товаров. И уже есть определенные наработки, определенные достижения, которые позволяют бизнесу более свободно выходить на рынки стран-партнеров. Дни правового просвещения в этом году тематически имеют специфику правового просвещения предпринимательского сообщества и посвящены вопросам предпринимательского права, развития налогообложения. То есть наша целевая аудитория в рамках сегодняшних дней правового просвещения – это действующие и будущие бизнесмены. Мастер-классы, встречи и лекции дней правового просвещения продлятся до 15 мая. Предпринимателям упростят работу на алкогольном рынке. Если сейчас они должны предоставлять отчетность об обороте спиртного в два ведомства – федеральную и региональную службы регулирования алкорынка, то станут только в федеральную. Комитет ЗАГС Собрания по экономической политике приводит региональное законодательство в соответствии с федеральным. Там особо большого ничего нету, связано с объемами реализации и с адресностью. Но это не затрагивает абсолютно никого и не затрагивает ни бюджетный затрат. То есть фактически мы приводим соответствие в тех параметрах, которые существовали раньше. В итоге не будет двойного дублирующего контроля оборота алкогольной продукции. 30-летие окончания боевых действий в Афганистане готовится отметить в Ростовской области. На 2019 год к этой дате будет подготовлен специальный план мероприятий, о чем и было заявлено на Координационном совете по вопросам социально-экономической поддержки ветеранов. Это должен быть комплексный документ, который должен затронуть все сферы жизни сегодняшнего дня. Это должны быть памятники, это увековечения, это должны быть уроки, это должна быть социальная поддержка, это должно быть награждение и так далее. Ветеранам боевых действий оказывается соцподдержка на федеральном уровне. В частности, это медицинская помощь и субсидии на улучшение жилищных условий. Эта норма, она субсидируется в форме субсидии, которая определяется размером ежеквартальном. Вот так на первый квартал 2018 год. Размер субсидий составляет более 647 тысяч. У нас в этом году уже 21 человек заявки подали и не отработаны, плюс 96 на очереди. Координационный совет создан по поручению губернатора для взаимодействия правительства с ветеранскими организациями. Региональный этап всемирных детских игр победителей онкозаболеваний впервые примет Ростов. О будущих соревнованиях и методах реабилитации излечившихся от рака за круглым столом говорили представители Минздрава, медучреждений и общественных организаций. На выходных всемирные игры стартуют в спорткомплексе ДГТУ. Юные победители страшной болезни будут бегать, плавать, играть в футбол, шахматы и настольный теннис. Десять регионов проводят региональные этапы, в том числе и Ростов. Это очень волнительно, это очень ответственно, мы очень рады, что 110 детей изначально у нас заявили желание, сейчас 100 детей у нас будут участвовать. Участниками игр станут дети от 7 до 16 лет со всей Ростовской области. Жеребьевка определит, кто из них представит регион на всемирных детских играх победителей в Москве. Сезон сбора макулатуры стартовал в Оксаем. За неделю здесь планируют побить рекорды прошлого года. Тогда на вырученные деньги удалось построить спортплощадку в городском парке. А что сделают теперь, решат после подсчета заработанных денег. Собирать макулатуры по одному невыгодно. Для получения действительно стоящей прибыли сдать нужно хотя бы десяток тонн. Школьники это учли и распределили обязанности между группами. Вместе удобнее и искать старую бумагу по городу, и тащить с другом легче. Так и приобщили к акции весь город. Собирали группой, да, и ходили по магазинам, спрашивали, есть ли у них что-то на сбор макулатуры. Мы помогаем нашей школе собирать макулатуру, чтобы наша школа заняла первое место. И хотим получить какую-нибудь награду за это, что мы столько трудились. Или грамоты за класс. Грузовик за час забивается под завязку. Перевести таким транспортом можно около трех тонн бумаги. А сказать, сколько получат за собранный объем, сразу нельзя. Цена зависит от качества и типа бумажного изделия. В прошлом году за килограмм макулатуры давали от трех до семи рублей. Мы не просто собирали макулатуру, мы ее фасовали по типам плотности, все как положено. То есть картон отдельно, глянец отдельно, бумага, пища отдельно. В прошлом году мы собрали 28 тонн макулатуры, сдали ее в организацию Ростов-Торпереработка. И на вырученные средства в городском парке установили площадку. Вторая Оксайская школа в прошлом году стала первой в области по объемам макулатуры, собрав чуть ли не половину из городских 28 тонн. Причем из-под палки собирать бумагу детей никто не заставлял. Все с радостью, все понимают надобность этой акции, потому что мы об этом говорим в течение года много раз, что 100 килограмм макулатуры спасает одно дерево. Поэтому особенно, конечно, радостные, это пятые классы принимают участие, для них это еще очень важно, как сплочение коллектива. Но старшие уже осознают эту необходимость. Участники акции в этом году уже спасли как минимум рощу перед школами. Сбором макулатуры занимались детские сады, а дальше эстафета перейдет к профильным учреждениям и предприятиям. Евгения Нагорская, Руслан Хамчиев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином итальянской женской одежды «Изабель Гарсия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова